Белорусские пенсионеры сильно обеднели и дальше будет только хуже. Скандал вокруг Байпол не стихает. В этот раз бывшего сотрудника обвинили в краже крупной суммы денег. Сильные снегопады обрушились на Белоруссии, осложнили ситуацию на дорогах. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Пенсионеры в Белоруссии продолжают беднеть. Несмотря на ручное сдерживание цен, с января по октябрь пенсии показали сильное падение. Заметнее всего они упали в феврале на 1,2%. Важно отметить, что трудовые пенсии в этом году власти обещали повысить в три раза, но подняли только дважды. И эксперты, и сами чиновники прогнозируют, что несмотря на жесткое госрегулирование, рост цен будет только ускоряться. И это значит, что пенсии в ноябре и декабре могут упасть еще больше. Нужно учесть еще и тот факт, что данные Белстата – это усредненные показатели. Поэтому некоторые пенсионеры могли обеднеть больше, чем это представлено в официальной статистике. Напомним, ранее портал «Зеркало» сравнил, как изменились цены за последний год на один и тот же набор товаров в одном и том же магазине. Эта сумма в итоге увеличилась почти на 15%. Это, конечно, не отражает картину по инфляции, но показывает, что набор покупаемых нами товаров не совпадает с анализом Белстата на 100%. Беларусь запретила западным самолетам заходить на посадку без специального разрешения властей. Как сообщает сайт «Мо только помоги», это касается рейсов со стороны Латвии, Литвы и Польши. То же самое правило действует в обратную сторону. Самолетам, вылетающим из Беларуси, запрещено заходить в воздушное пространство Литвы, Латвии и Польши без разрешения МИД-РБ. Исключением станут аварийные и чрезвычайные ситуации во время полета, а также работа бизнес-авиации. Запрет вступил в силу 3 декабря, продлится до 3 марта 2024 года. Такое решение режима выглядит странно, если учесть тот факт, что после принудительной посадки самолета «Райнер» в Минске над Беларусью были запрещены полеты европейских самолетов. Все рейсы в наши страны также были отменены. Это спровоцировало большие убытки национального аэропорта и бел-аэронавигации. У белорусских автобусов проблемы не только в России. В Минске недалеко от Комаровского рынка был замечен дымящийся масс. Видео с инцидентом появилось в ТикТоке. Судя по всему, в автобусе лопнул шланг, и на горячий мотор пролилась техническая жидкость, из-за чего и появились клубы пара. При этом пламени на видео не видно. Как сообщили Минск в Трансе, в автобусе ложно сработала система пожаротушения. А поскольку она состоит из резервуаров с порошком, то со стороны могло показаться, что автобус дымится. После происшествия водитель высадил пассажиров и направился в автопарк. Напомним, в этом году в России произошло не менее шести возгораний автобусов МАЗ. После этих случаев в Санкт-Петербурге полностью отказались от закупки белорусских машин. А продажи завода упали почти на 80%. Представители Байпола опубликовали видео, в котором обвинили своего бывшего коллегу Матвея Купрейчика в краже почти 200 тысяч долларов. По словам авторов, в адресах силовика давно возникли подозрения финансовой недобросовестности. На него были зарегистрированы электронные кошельки, на которые поступали пожертвования, в том числе на план Пирамога. После увольнения Купрейчика выяснилось, что он присвоил финансы организации на крупную сумму. Бывшие коллеги утверждают, что деньги, которые предназначались на покупку оборудования для белорусских партизан, были потрачены на личные нужды Матвея. Вторая сторона конфликта эти обвинения отрицает и называет клеветой. Однако от подробных комментариев воздерживается. По словам представителей Байпол, сейчас по собранным доказательствам готовится обращение в польский суд. Напомним, в июне текущего года в рядах объединения произошел раскол, в результате которого появилась вторая организация Билпол. В нее вошли Матвей Купрейчик и другие экс-силовики, которые обвинили бывших коллег в финансовой нечистоплотности. В семье Литвы зарегистрируют поправки, по которым белорусам ограничат возможность проживать в стране. Соответствующий документ предложен главой Комитета по национальной безопасности. Подчеркивается, что изменения не затронут те, кто вынужден бежать от репрессий. По словам Лаурина Сакащунуса, Литва продолжает поддерживать гуманитарный коридор, то есть помощь в перемещении людей, которые пострадали от действия режима. При этом ограничения планируется ввести при выдаче временного вида нажительства, который станет доступным только для квалифицированных рабочей силы. Поправки ориентированы на мигрантов, которые могут становиться мишенью спецслужб, включая провокации с так называемым литвинизмом и разведывательными мероприятиями. Предполагается, что такие меры укрепят безопасность как для литовцев, так и для политических беженцев из Беларуси. Отметим ранее, представители Департамента госбезопасности Литвы заявили о том, что КГБ повысили активность по вербовке белорусов в стране. Из-за сильного снегопада в воскресенье в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности. Снег начал падать еще в субботу вечером, а уже к утру его высота в некоторых районах достигала более 40 сантиметров. Убирать такое количество осадков коммунальные и дорожные службы не справлялись, поэтому движение машин на дорогах превратилось в настоящий челлендж. Процесс вождения усложнился еще и наличием гололеда на дорогах, поэтому водители были недовольны тем, что коммунальщики так медленно выполняли свою работу. Не справились сотрудники ЖКХ с расчисткой снега и на придомовых территориях. Поэтому по всей стране с утра до вечера работали специальные пункты выдачи лопат, и белорусы самостоятельно расчищали свои дворы. В Кличеве, например, и вовсе вывели на уборку снега детей из детского сада номер один. Видео получилось довольно милое и набрало большое количество просмотров в ТикТок. Из-за непогоды также задерживались международные рейсы, однако национальный аэропорт продолжал работать в штатном режиме. С понедельника и до среды больших осадков не предвидится. На этой неделе в Беларусь придут сильные заморозки. Друзья, по понедельника на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит». И в новом выпуске обсудили с экспертами последние новости экономики и медицины. Ссылка, как всегда, в описании под этим видео. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписки. Благодаря вашей активности нас видит больше число зрителей. До встречи завтра и Жыве Беларусь!